Чем нам заниматься летом? Я скажу, играть. Все скажут, вот уже все видеоигры переиграли, ничего интересного, ничего подобного. Вот полный чемодан цветов. Естественно, для того, чтобы начать игру, необходимо иметь приставочку. Я, например, предпочитаю Super Nintendo. Ну, а кому как удобно. Ну, естественно, по традиции рассказ мы начнем с Dendy. Итак, суперновинка Dendy, Super Aladdin. Гру Aladdin на приставке Dendy. Но сейчас появилась новая версия Аладдина, которая очень отличается от предыдущей и называется Super Aladdin. Во-первых, в ней совершенно разные уровни. Во-вторых, помимо яблок, Аладдин вооружен турецкой саблей. Также в игре помимо разнообразных врагов есть и боссы. Первый – багдадский бор, второй – телохранитель Джафара и, наконец, сам Джафар. Это были основные отличия, а теперь переступим к самой игре. Начинает Аладдин свой поход с багдадского рынка или базара, как вам больше нравится. Аладдин бегает по раскаленным углям, лазит по веревкам, дерется со слугами Джафара. Во втором уровне Аладдин ищет в пустыне золотого жука. Следующий – третий уровень. В нем Аладдин с помощью волшебных веревок забирается на самый верх. В этом уровне Аладдин встречает второго босса – багдадского вора и телохранителя Джафара. Далее ему приходится погонять ковер-самолет. Дальше мне пройти не удалось, но я надеюсь, что вы возьмете в руки джойстик и доберетесь вместе с Аладдином до самого конца. В одной из наших прошлых передач мы знакомили вас с игрой «Той истории на приставке Sega». Сегодня мы познакомим вас с этой игрой более подробно. Вы ее узнаете не только на Sega, но и на Super Nintendo. Вы сейчас видите версию игры на Sega. Она вам уже знакома. А это уже «Той истории на Super Nintendo». Больше красок, лучше графика. Да и сам персонаж вырос. Как говорится, нинтендовская история обошла к Sega-овскому. Но хуже от этого Sega не стало. Итак, перейдем к самой игре. В первом уровне вам предстоит выполнить следующую задачу. Необходимо освободить игрушечных солдатиков из банки и скинуть им рацию для того, чтобы они передали по ней сообщение. И пойти ко второй рации. Во втором уровне необходимо буквально затолкать игрушки по местам для того, как придут дети. Дело это непростое, да и время ограниченное. В третьем уровне наш герой как бы устраивает перегонки с новой игрушкой. Это Бас Световой Год. Проигрывает и дерется с ним. А после поединка таранит его с помощью игрушечной машинки. Таким образом вышвыривая Баса из комнаты. За это все игрушки перестают с ним дружить и буквально хотят уничтожить его. Благо остался у него последний друг-динозавр, который с удовольствием помогает ему. После изнурительных поисков наш герой находит Баса и опять у них ссора. На этот раз посерьезнее. Но обои в конце концов находят общий язык. Теперь им предстоит вместе пробраться незаметно по самому посещаемому месту кафетерию с игровым залом. Затем вам предстоит побродить в трехмерном пространстве, собирая игрушки. Здесь тоже ограниченное время. После этих трудов вам уже придется в буквальном смысле слова защищать Баса. Дело в том, что вы с ним попали в контейнер с игрушками. И вас пытается вынуть оттуда злой мальчишка. В конце концов ему это удается. Теперь обе игрушки в плену у самого Сида, настоящего игрушечного садиста. Здесь вам будет туго не только от его игрушек-мутантов, но и от его собаки злого бультерьера, от которого вы будете удирать на скейте-мутанте роликовым Бобби. Но это еще не конец с гонком. Теперь необходимо догнать Баса, к которому привязана ракета, и спасти его. После этого вам предстоит поуправлять самим Басом, то есть полетать им, а именно догнать машину с хозяином. Вот и счастливый конец. Хочу заметить, что в игре необходимо собирать звездочки. За 50 звездочек жизни, за 200 бонус, а за 300 контину. К сожалению, на нинтендовской версии бонуса нет. Но ничего. Ну а теперь подошло время поподробнее ознакомиться с содержимым данного чемодана. Сразу скажу, что это далеко не все новинки, которые поступили в Дом Дензи. Ну, о некоторых все-таки мы расскажем вкратце, а о некоторых будет плотный рассказ. Ну, вот такая вот игрушечка, которая называется Плок. Маленький человечек бегает, убивает своих врагов своими частями тела. Задача у него найти какой-то флаг. Ну, поиграйте, сами посмотрите. Адамс Фэмили. Это игрушка для людей с крепкими нервами и любителей острых ощущений. Веет мистикой, масса лабиринтов, ужасные пейзажи и так далее. Приключения. Микромашины 2. Представлений не нуждаются. Около 20 трасс, около 50 средств передвижений. В общем, кому что нравится. Может играть где-то 8 человек. 4, 2, 3. Бакс Банни. Рэббит. Кто не знает этого мультфильма? Графика в этой игре от мультфильма практически не отличается. Веселая масса приколов и так далее. Хиллер Инстинкт. К новинкам не относится, но тем не менее игра очень крутая. А вот еще такое изделие. Как вы думаете, что это? Геймбой с приколом. У него прозрачный корпус и все микросхемы переключения видны. Ну, неплохая вещь. Смешная такая. Причем к ней коробочка прилагается. Тоже такая солидная, такая серьезная. Ох, огромная. Ну, ладно. А теперь более подробно о такой игре, которая называется Костельвания или Поцелуй вампира Дракулы. Обладатели всех приставок наслаждаются различными частями Костельвании. И я буквально еще несколько месяцев назад играл в Супер Костельванию 4 на Супер Нинтендо. И наслаждался процессом убивания хилых скелетиков. И вот, компания Konami выпустила продолжение этой увлекательной игры. Костельвания. Поцелуй вампира. Костельвания. В 1995 году. И эта игрушка сразу завоевала мое сердце. И прежде всего графикой. Плавные движения игрока. А фон самое прекрасное место в игре. Ну и конечно музыкальное оформление осталось в стороне. Знакомые мелодии первых Костельваний обработаны и представлены нам в наипрекраснейшем логике. Так и хочется напеть знакомый мотивчик. Итак, поцелуй вампира. Дракула вернулся. И как обычно вместе с его появлением восстали все темные силы. Зомби, вампиры, духи и дьявольские головы. Время пришло хлыст вам в руки и вперед на уничтожение этих порождений зла. Убивать их можно этим же хлыстом, а можно и специальным оружием, которое вы найдете в дороге. Очень радует то, что оно осталось без изменений. Я имею ввиду по способу использования. Это и кинжалы, и топоры, и бутылочка со святой водой. В конце каждого уровня вам предстоит схватка с боссом, которого одним ударом плети не уложишь, а придется попотеть. Очень рекомендую собрать солидный запас сердечек для использования супероружия. Кстати, если в первой Костыльвании вы взяли новое супероружие и старое теряется, то здесь же старое выпадает и вы можете выбрать предмет понужнее. Если же вы действительно чувствуете в руках хлыст вместо джойстика, то вам не будет стоить огромнейших усилий пройти все эти сложности и уничтожить драку. А если вы все-таки не верите в свои силы, создатели игры предлагают удобную систему паролей, помогающую вам пройти игру до конца. Еще раз повторю, Костыльвания, подскор и вампира, новейшая игра для Супер Нинтендо. Супер Нинтендо. Супер Нинтендо. Супер Нинтендо. Комбо 3 и Бэтмен Форевер специально от Бэтмена. Портал Комбо 3 на сеге. Ходы. Психо-драка. 9-8-5-1-2-5. Победивший играет с Смоком. 2-0-5-2-0-5. Нуб Сейбот. 7-6-9-3-4-2. Мотару. 9-6-9-1-4-1. Шаокан. 0-3-3-5-6-4. Бэтмен Форевер на Супер Нинтендо. Меню нажмите. Влево-вверх. Влево-влево. А, Б, Игрек. Можно поставить любой уровень и использовать все оружие. Также драться с самим загадочником. Насколько вы заметили, команда Мира Дэнди очень любит снимать художественные фильмы. Поэтому сейчас мы вам покажем фильм, который был снят совместно с ГТР-ганитар по игре Дум. А также расскажем о ходе наших новых работ. Если ты хочешь получить свою игрушку, обратно приезжай к Рокатому сейчас. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что ж, на сегодня, пожалуй, это всё. Несмотря на то, что геймбои бывают не только прозрачные, но также чёрные, белые, красные, жёлтые, зелёные, программа Мир Денди выходит каждое воскресенье, чемпионат Денди проводится каждую среду, и так как на дворе лето, всё остальное...